Добрый день, уважаемые господа, уважаемые коллеги, друзья. Наша сегодняшняя встреча, пресс-конференция, посвящена событию, которое будет происходить осенью. Мы уже, правда, долго над ним работаем, и поэтому для нас оно уже давно происходит. Итак, фестиваль, который называется «Вселенная Светланов. Безумный уикенд» пройдет в Москве во всех залах Московской консерватории 10-11 ноября 2018 года и приурочен он к 90-летию маэстро. Я не просто здесь стою, мы со многими знакомы, меня зовут Галина Голубова, и наше агентство, мое агентство, агентство «Турне» будет заниматься организацией этого процесса. Мы были исполнительными продюсерами фестиваля. Фестиваль был придуман, создан, инициирован и, в общем, продолжает создаваться Марина и Пауэр. Это известный французский импресариум, наш человек, который работает с огромным количеством наших артистов, и не только, которая очень долго работала с маэстро и дружила с ним, которая делает очень много, так сказать, в памяти маэстро. Это была ее идея, она пришла с этой идеей в большой зал консерватории, вообще в консерватории, извините. Александр Сергеевич Соколов поддержал эту идею, и вот мы все здесь. Я хотела бы немножечко вернуться к генезису, чтобы вы поняли, почему мы дошли до того, чтобы организовать этот фестиваль, который будет являться портретом Евгения Федоровича. Эта мозаика — часть его души, его привязанности. В каждом концерте, я потом об этом расскажу, он будет присутствовать. Но начну я сначала. Я с 1982 года работаю с Евгением Федоровичем, потому что я продолжаю с ним работать. И мы долгие годы шли вместе на говногу. Я много занималась гастролями его оркестра и лично его деятельностью. В последние годы его жизни мы очень сблизились с ним и с его замечательной супругой Ниной Александровной. И в принципе мы стали жить как одна семья. Это привело к тому, что в своем завещании Евгений Федорович определил меня наследницей его творческого наследия. Это огромная честь, но в то же время это особая ответственность. И поэтому с того момента, как его не стало, мы с его супругой, она в России, я на Западе, пытались сделать максимум того, что он определил для нас в плане деятельности. Он оставил определенное количество заветов. Первое, что нам удалось сделать из того, что он попросил нас сделать, это конкурс, носящий его имя. Это было не очень просто, потому что я никогда не занималась организацией конкурсов дирижеров. Но, как говорил Лукин Федорович, главное, чтобы правильно сложились звезды. И надо признаться, что начиная с того момента, как его не стало, звезды складываются замечательно. И первый наш конкурс был организован в Люксембурге в 2007 году. Герцог княжества Люксембургского был нашим патроном, потому что он понял, что его маленькая страна, известная банками, должна также стать немножечко более известной культурой. У них был замечательный и есть оркестр, изумительной красоты зал, который напоминал корабль. Лукин Федорович очень любил море. И поэтому первый конкурс мы сделали там. Председателем конкурса был Владимир Рашкеназин. У нас было замечательное жюри, и с самого начала был большой успех. Но оставаться в Люксембурге нам не хотелось. И поэтому мы перевезли конкурс в 2010 году в город Монполье. В городе Монполье Евгений Федорович практически закончил свою жизнь. В принципе, у него всегда были арки его жизни. Он начал на сцене Большого театра с мадам Паттерфлай, когда он был маленьким мальчиком. Он, как рассказывал мне, гримировал свою маму и мешал ей петь. Когда ему было пять лет. И закончил он также свою жизнь на сцене оперного театра в городе Монполье в апреле месяце. Вот мы сейчас тоже сидим именно в ту дату, когда он сделал свою последнюю постановку «Чио-чио-сан» и улетел в Лондон на самый последний свой концерт «Колокола Рахманина». И поэтому Монполье явилась естественной точкой второго конкурса. Нам очень помогал его ближайший друг и артистический директор фестиваля господин Рене Керинг, который являлся интендантом и оперы, и оркестра в то время Монполье. Выдающаяся личность, композитор, который был главой радио «Франс» долгие годы, более 30 лет. А дальше, вероятно, опять так расположились звезды, что все лауреаты этих конкурсов все более и более были востребованы. И поэтому ко мне обратился радио «Франс», филармонический оркестр радио «Франс» и президент радио «Франс», и спросили они у меня, хотим ли мы перевести этот конкурс в Париж. Естественно, это была бы мечта самого маэстро, и я с радостью приняла их предложение, и мы стали партнерами, как они мне сказали, «Адвита» и «Терно» на всю жизнь. И 2014 год был очень удачным. И из этого конкурса вышли талантливые дирижеры, которые сейчас востребованы во всем мире. Наш следующий конкурс будет посвящен 90-летию маэстро. Он пройдет опять же на радио «Франс» в аудитории, в новом замечательном аудитории, построенном недавно совсем на радио «Франс», с оркестром филармоническим радио «Франс». И председателем жюри в этом году будет Александр Ведерников. Это тоже как бы генетическая связь с Евгением Федоровичем. Они прошли похожий путь, и оба были в Большом театре. Мне показалось совершенно естественным, так же, как и его супруги Евгения Александровны, именно на этот определенный особый конкурс, который посвящен 90-летию маэстро, и пригласить Александра Ведерникова. И вот, когда я летела в самолете навестить его супругу Евгению Александровну летом, я подумала, что пора привезти маэстро к нему в дом. Туда, где он практически творил со своим оркестром долгие-долгие годы, где он оставил совершенно незабываемые страницы его творчества, где, в принципе, живет его душа. И мне совершенно спонтанно программа пришла как бы им продиктованная из 13 концертов, которая бы охватила все стороны его творчества. И поэтому мне показалось, что не только Большой зал консерватории должен чтить память великого маэстро, но чтобы все залы Московской консерватории, чтобы весь дом Московской консерватории стал снова его домом. И я невероятно благодарна Александру Сергеевичу за совершенно удивительный, радушный прием и абсолютно спонтанный ответ, положительный на мою безумную идею. И мне очень приятно, что она была воспринята, вероятно, так же, как мы все ее воспринимаем, чтить память великого маэстро. Мы назвали этот фестиваль «Безумный уикенд». Естественно, надо признаться, что я в России никогда ничего не организовывала, а агентство турне Галина Голубова очень мне помогало всегда в конкурсе предыдущем. Поэтому я обратилась к ней, я очень ее ценю, с тем, чтобы она стала нашим продюсером и помогала в конкретной организации этого фестиваля. У нас очень много партнеров, о которых я потом скажу. Это люди, которые преданы и памяти маэстро, и которые необыкновенно тепло отозвались на мою эту сумасшедшую идею. В первую очередь, конечно, все музыканты. И я также благодарю оркестр, госоркестр, который тут же откликнулся на мой зов, и всех музыкантов, которые были заняты, которые освободились от своих концертов, чтобы мы делали общее дело. Почему Вселенная, Светлана? Евгений Федорович в конце своей жизни прочел книжку, я ему дала почитать книжку Фейхтвангера «Иудейская война». А главный персонаж там – Иосиф Лавин. Иосиф Лавин называл себя человеком Вселенной. Он произвел очень большое впечатление на маэстро, и он сам себя назвал человеком Вселенной. Я об этом вспомнила и подумала, что он не человек Вселенной, а что он сам Вселенная. Он безграничен. Его дар безграничен. Его память безгранична. Когда я в Париже хожу на концерты, у меня очень много концертов моих музыкантов, замечательных дирижеров, фантастических оркестров со всего мира, ко мне всегда подбегают журналисты, трясут меня и говорят, как он играл поэмы «Экстаза». Вы помните, что он сделал с Манкредом? Вы помните в «Нанте», когда люди бросились на сцену и не могли остановиться и рыдали? Так его до сих пор помнят. Поэтому Евгений Федорович Светланов, он сам Вселенной. Уважаемые коллеги, вы знаете, что обычно мы такой брифинг проводим где-то уже на пороге события, и уже тот факт, что мы встретились за полгода до этого фестиваля, свидетельствует о том, что уже проведена очень большая работа. И сразу хочу сказать, что, конечно, инициатива, проявленная Мариной, изначально нас ошеломила именно своей необычностью, потому что это не просто фестиваль, это действительно высказывание, высказывание во всех жанрах. И во всех формах. И, конечно, эта идея нас увлекла изначально. Вот я очень благодарю Галину, которая также вместе с Мариной приезжала уже неоднократно, и мы отсеивали некоторые варианты, в то же время обретая какие-то новые возможности. И вот то, что сегодня вот так подробно было изложено, Марина, это, в общем-то, плод такого сотрудничества, которое само по себе нас очень порадовало. Имя святое. Безусловно, Асветланов – это, собственно говоря, человек, который вышел из тем консерватории и никогда фактически не удалялся от нее. И здесь, в Большом зале, не случайно, его бюст в этой галерее бюстов. И его значение для консерватории только будет возрастать, поскольку оно передается уже другим поколениям, которые у нас следовали вот это великое сияние. Ну, оркестр, который также воспитан им, который пережил сложные времена, он точно так же, можно сказать, живет в этих стенах. И вот Григорий Левантин, как директор, собственно, знает, что здесь очень многое происходит не только во время концерта, а происходит просто в текущей жизни оркестра, когда он репетирует, когда он определяет свои репертуарные планы. И нам очень дорого то, что действительно это сохраняется как неизменная и важная для нас традиция. Участие консерватории в этом фестивале уже было отражено. Очень хорошо, что здесь подхвачены некоторые наши новые, молодые, но уже укрепляющиеся традиции. Ну, я имею в виду в данном случае мастер-класс, потому что у нас юбилей консерватории, который уже остался позади, оставил еще некоторую такую продолжающуюся практику работы с нашими студентами тех великих музыкантов, которые ведут свою жизнь вне этих стен. Но, тем не менее, у нас уже были мастер-классы и Юровского, и Куренсиса. Ну, многих могу перечислить. Это очень важно, потому что дирижерский мастер-класс – это особая, конечно, ситуация общения. Если посмотреть на наши объявления, то недели не проходит, чтобы не прошел какой-то мастер-класс для исполнителей. Этим никого не удивишь. А вот мастер-класс для дирижеров – это действительно то, что требует особого внимания, особой подготовки. Вот то, что это включено в программу фестиваля, для нас очень важно, очень ценно. Опять же, никого сейчас не удивляют интерьеры большого зала, и те выставки, и те экспозиции, которые здесь постоянно меняются, чередуясь друг с другом. И, конечно, было бы странно обойтись без этого в такой момент, когда восстанавливается в памяти и представляются для обозрения вот такие свидетельства жизни великого мастера. Вот все это вместе взятое – это и есть то, что можно объявить словом атмосфера. Это самое главное. И поэтому, собственно, смысл нашей встречи сегодняшней, задолго до того, чтобы встретиться вновь уже на пороге событий, это привлечь ваше внимание. Ваше внимание к тому, что произойдет скоротечно, всего лишь в течение двух дней. Но плотность этих событий, она действительно совершенно изумительна. Я первый раз столкнулся с такого рода режимом, когда буквально преодолеваешь время и пространство, переходя из одного зала в другой в течение суток. Вот так в свое время произвелся фестиваль «Варшавская осень». Потому что он начинался рано утром и заканчивался посреди ночи следующего дня. И на самом деле вот это право выбора и искушение выбора это то, что ожидает многих из нас. И, конечно, прежде всего слушателей, которые откроют для себя вот эту вселенную Светланова. Поэтому большое спасибо всем, кто уже принял к этому участие. И приглашаю вас также присоединиться уже и на последующих этапах подготовки этого фестиваля. Спасибо. Дело в том, что мне посчастливилось работать с маэстро. И госпожа Бауру уже сказала о оратории «Христос фернцалиста», над которым мы вместе работали. И это было совершенно незабываемое ощущение, потому что маэстро, он понимал, что он уже нездоров, и он вот смаковал это ощущение этой работы, оставил чувство вот этого смакования музыки. Мы совершенно не спешили никуда, работали по много часов, репетировали, просто наслаждались этой работой. Потом в конце он как раз мне сказал, Марина была свидетелем, хорошо было бы сделать песни и пляски, и цикл без солнца. Я говорю, конечно, маэстро, мы обязательно это сделаем. Но не получилось с маэстро, но все равно в память о нем, я надеюсь, что песни и пляски прозвучат. Для меня это огромное счастье, огромная честь, огромная ответственность. Я очень благодарна Марине, благодарна вам, благодарна всем, кто сделал возможную часть существования этого фестиваля. Я надеюсь, что он принесет большую радость слушателям здесь. Всего доброго. Есть. Возрождение, и видно, как выплескивалась эта творческая энергия, причем почерк этой энергии и в дирижировании, и в игре на рояле, и в композиции. Этот почерк всегда формулировал очень узнаваемый стиль, который еще к тому же был и настолько связан с душой его родины, что, конечно, очень здорово, что пройдет такой фестиваль, потому что такие фигуры, как Евгений Федорович, Светланов, они, мне кажется, должны быть символом, они становятся символом культуры нашей страны, и мировой культуры, и, естественно, будут за собой вести новые таланты и какие-то новые творческие устремления. И очень здорово, что это будет своеобразный такой домашний фестиваль, потому что я вот когда читал его книгу его супруги Нины Александровны, насколько он любил вообще этот отрезок от своего дома здесь неподалеку до консерватории, и действительно сколько удивительных музыкальных мыслей здесь пронеслось. И действительно это его дом, и я думаю, что получится действительно очень необычный, уникальный фестиваль, тем более что подбор артистов действительно самый потрясающий. И очень созвучно его искусству, очень правдивому, отухотворенному и сильному. Продолжение следует...